Издавна родниковая вода считалась целебной. Истекая из недр земли, она чиста, свежа, холодна и очень вкусна. Именно поэтому многие люди предпочитают водопроводной воде родниковую. Сюда не зарастет народная тропа. Один за другим к источнику в районе деревни Горки приезжают местные жители набрать студеные водицы. У каждого свой стаж. К примеру, Александр Сахненко уже 4 года по нескольку раз в неделю приезжает к этому роднику, потому как уверен, вода в нем очень чистая. Для приготовления первых блюд чай, кофе, допустим, накипь не присутствует в электрочайнике. По вкусовым качествам хорошая вода, неплохая вода. С этим мнением полностью согласны и другие. За долгие годы, рассказывает Александр Титов, приезжающий сюда из Домодедовского района, у родника сложилась хорошая репутация. Кого не спустя, все проверяли. Хорошая вода. Никто не умер. Много лет уже. Жалоб не было ни от кого. До последнего времени внимание родникам оказывали лишь сами жители. Как могли, облагораживали их, делая более доступными. Сооружали спуски и подходы к источникам из досок камней. Но в то же время здесь же заметны следы пребывания человека совсем иного характера. Бывает такое, что много пустых банок бросают, бутылки, бумаги. Бывает такое. Тоже наслышал немножко, что какой-то мужчина ухаживает, убирается здесь реметриями. Вот трава, смотрю, скошена. Вот недавно скосили траву. У родника близ села Остров благодаря заботе местных жителей и скамеечка появилась. А еще сама за себя говорящая табличка. Так сказать, намек от культурных людей к бескультурным. Кстати, программа «Родники Подмосковья» нацелена на то, чтобы придать статус природным источникам, благоустроить территории вокруг. Как сказала Татьяна Лебедева, начальник отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды районной администрации, работа на местном уровне уже начата. Мы подали заявку Министерству экологии на их уточнение именно на карте родников в Подмосковье. И сейчас один из этих родников уже размещен на этой карте, который имеет большую, наверное, на взгляд, Министерство экологии значимость для жителей Ленинского района. Это родник в Тимоховском парке. В дальнейшем сейчас происходит сбор информации, исторических справок о всех оставшихся 16 родниках. И как только эти справки будут уточнены, мы сразу их направим в Министерство экологии для дальнейшего размещения на карте родников в Подмосковье. Но и старожилы, уверена Татьяна Лебедева, не оставят своим вниманием облюбованные долгими годами живые источники, продолжая шефство над территориями, окружающими родники Видновского края. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok